Распоряжение российского президента Владимира Путина вызвало большой резонанс на Западе. Такими выводами поделились журналисты из КНР, ситуация на границах России продолжает оставаться напряженной, западные страны регулярно устраивают там провокации. По словам китайских обозревателей, на фоне происходящего некоторое время назад Путиным были предприняты серьезные шаги, которые были восприняты Западом как сигнал о том, что терпение Москвы на исходе. Россия долго терпела НАТО, однако недавний указ Путина говорит о том, что страна готова к действиям, рассказали авторы китайского издания. Обозреватели САХА констатировали, что после присоединения Финляндии и Швеции к Западному альянсу перед Россией встал вопрос, как реагировать на это. Судя по новостям, поступающим из Москвы, Путин с главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу определились с ответом. Некоторое время назад стало известно и о подписании Путиным указа 141. Согласно этому документу, Россия воссоздает Ленинградский и Московский военные округа взамен Западного военного округа. Фактически министр обороны России Шойгу предложил план восстановления этих двух округов еще в декабре 2022 года. После обсуждения и проведения подготовительных мероприятий Путин поддержал и официально утвердил этот план, отмечают китайские журналисты. В КНР отметили, что на Западе довольно бурно отреагировали на произошедшее. Судя по реакции, он был обескуражен. Эти действия сочли за ответ России на расширение НАТО. Также всем стало понятно, что игры кончились, Кремль будет предельно серьезно относиться к соседству с Западным альянсом. Все указывает на то, что реорганизация военных округов – это лишь начало. Похоже, что Россия восстанавливает систему безопасности советских годов. В Москве видят, что Запад настроен на долгосрочную конфронт АСЭЮ. Воссоздание двух военных округов может оказаться лишь началом, высказали мнение китайские журналисты.